Эта книга очень интересная, несмотря на то, что она старая. Написали на титульном листе прижизненного издания Пушкина «История Пугачевского бунта» целый век назад пермские семинаристы. Сегодня издание хранится в библиотеке Пермского университета и стало частью большой экспозиции «Книжные сокровища Первого на Урале». Всего в собрании Пермского государственного университета полтора миллиона книг. Из них четыре с половиной тысячи редкие сокровища. Самая старая книга западноевропейской коллекции 1536 год труды Разма Роттердамского. Следующая коллекция – это часть уникальной картографической коллекции Ивана Яковлевича Кривощокова. Хронология от середины 16 века до 45 года века прошлого. Для экспозиции выбрали лучшие из коллекции старопечатные русские книги и кириллические издания, западноевропейские книги и экзотические книжки-малютки. Вы помните, в 20 веке Пермское книжное издательство специализировалось на выпуске книг-малюток и даже фильм одно время называли «Гордом книги». Очень многие жители увлекались коллекционированием этих книг-малюток. Вот у нас, я думаю, наиболее полная коллекция этих книг. Самая крошечная книга – собрание афоризмов Казьмы Пруткова с лупой на веревочке, чтобы удобнее читать. Самая огромная и одна из самых старых греко-латинский лексикон, то есть словарь, изданный в Париже в 1552 году. Аналог монументального издания есть только в Мадридском университете, но там хранится лишь один том. В Перми их два, они переплетены вместе. Всегда спрашивают. Вопросов три. Сколько весит, сколько стоит и сколько страниц? Весит 4,5 килограмма, стоит не скажу сколько, страниц 4132 страниц. Дело в том, что греко-латинский лексикон оказался ненумерованным. Мне однажды пришлось вручную все это пересчитать. Библиотеку университет собирают без малого сто лет. Сюда поступали тома из коллекции пермских гимназий, духовные семинарии, частных собраний, книги профессоров и основателей Пермского университета. За моей спиной вы видите три книги и в верхнем уголке там написано «А, Букерев». Это как раз путешествие Ламатрея из коллекции одного из наших самых известных ректоров, имя которого сейчас носит одна из наших улиц. Для посетителей выставка книжных редкостей откроется 16 октября в главном корпусе Пермского университета, который ровно через два года отметит свое столетие. Хранители обещают, многие издания можно будет не только увидеть на полках, но и пролистать, сделать выписки.